Здравствуйте, друзья! Сегодня интересный ролик о строительстве пруда в площади чуть меньше 1 гектара. Парк отель «Партизан» под Брянском. Год строительства 2010. Покажем этапы строительства и обсудим, какие варианты строительства могли быть в данном месте, в данном пруде. Что мы имеем? Территория парка отель «Партизан» под Брянском – это леса, это сухие бары, это песчаные почвы легкого состава. У нас в пятне застройки порозный песок, то есть чистейший песок без суглинской фракции, не держит форму. По этой причине мы применили два слоя торнита, закрепили. Гидроизоляцию мы применяли бутылку-каучилковую мембрану. Заказчик закупил полимерный битум, мы наставили на применение каучилковой мембраны. В итоге мы проектировали и курировали стройку по гидроизоляции, когда протестировали. Тогда это был 2010 год, только зашел канадский материал, полимерный битум жидкий, двухкомпонентный. Выяснилось, что очень большие затраты при распылении его по торниту и не попадали в смету. Плюс не устроили качество этого материала. Соответственно, перешли на бутылку-каучилковую мембрану. Мембрана американского производства, качественная, сертифицированная для строительства прудов. Мы рекомендуем применять, и мы работаем с резиной компании Firestone, сейчас название Elevate, обратите на это внимание. Площадь 0,9 гектар, глубина около 5,5 метров. Что я хотел бы добавить? Да, вы видите у нас песок, вы видите Дарнит, не требуется дренажа водного, не требуется здесь газового дренажа, нет никаких органических прослоек. Мы в некоторых местах мембран не закапали в анкельную траншею, дали выход газа. Но в данном случае мы нигде не строили газовый дренаж, обеспечили выход его из-под мембраны, не закапывая мембрану в анкельную траншею. Мы не закапали ее нигде, по причине того, что вся чаша была уложена камнем типа рваный гранит. Обратите внимание, уклоны, так это песок, менее 45 градусов, может быть 40 градусов. Стандартный профиль, но вот здесь у нас мелководье для укладки камней. И вы увидите, как камни положены в данном пруду. У нас опоры металлические на бетонных площадках внизу. Просто, например, залить бетонные сваи. 200 миллиметров недостаточно, они все утонут в песке. Нужны здесь площадочки. Винтовые сваи можно было здесь, чтобы у них 300 миллиметров была ширина юбочки, чтобы она держала. Но в 2010 году, кстати, винтовые сваи не были так распространены, как сейчас. Внизу бетонные плиты и увидим металлические опоры, которые мы тоже гидроизолировали. Получуку мембраны. Посмотрите, что получилось в данном случае. Вот эти же берега. На мелководье уложены камни. От 3 до 4 метров зоны мелководья. Вот эта же зона. Видите, уклончик. И вот эта полочка. Если вы хотите более резкие уклоны, то в данном случае пришлось бы положить мешки с песком в укрепление. Или укреплять щебры. Но вообще, наверное, дороговато. Песок у нас есть в наличии. Можно было бы местами укрепить мешками с песком. Но, в принципе, если пруд был поменьше, 100 метров квадратных, пришлось бы это сделать. Но пруд достаточно большой площади. Поэтому ориентабельнее просто выполнить неопределенный уклон, на котором песок стоит. Пруду уже около 14 лет. И он зарекомендовал себя как надежное изделие. То есть, никаких проблем не было. Потому что, вы понимаете, что на таких песках, если было бы повреждение, вода очень быстро уходила. Давайте посмотрим, что у нас получается. Да, обратите внимание. Дорнит у нас закапывается в анкельную траншею. Вот он ушел в анкельную траншею. И вот этот шов, если вы видите, вот он шов. Сшито все мешкозашивочными машинками. В течение четырех дней весь гектар мы зашли. И обратите внимание, как кладем торнит. Полностью все 100 метров у нас лежит единый кусок. 100 метров. Вот в этой части, вот в этой части. Перпендикулярно, например, они тоже делятся. Цельными кусками ложатся. Сшиваем только поперечную. И, соответственно, это очень надежная защита мембраны. И в целом некое, ну, армирование, слово не подходит. Но в кармичках важно, армирование цель чаши. То есть торнит, будет защищать чашу от избыточной деформации. Вот у нас уложен камень. У нас нет этапа с гидроизоляцией. Мы не сфотографировали этапы строительства. Полностью гидроизоляцию пруда. И уложили это все камню. Камень мы закупали в Карелии. Специально ездили мы с заказчиком по карьерам Карелии. Нашли угол черного камня, который устроил заказчик. Мы взрывали этот угол. И специально привозили и гранитный камень небольшого размера. И вот крупные камни тоже убрались из этого угла. И камень, он прям был черный, с поражилками какого-то желтого, золотого минерала. То есть, чем-то напоминал поражилки золота. Вот у нас есть фотографии с гидроизоляцией. Вот мембрана каучуковая. Уложена камнем типа рваный гранит. И закреплена кемлемым гранитом фракцией 5-20 мм. Это позволяет чаши камню держаться крепко. Вот витиковый песок. Вот у нас еще одна фотография с мембраной каучуковой. Также вы видите, мы сохранили мелководье. Вот здесь будут большие камни лежать. Первым этапом мы отсыпали камни до мелководья. Оставили место для укладки больших камней. Налили воду. Протестировали, кстати, в первый год. Камни большие укладывали уже на второй год. Металлические опоры на стилов полностью загидроизолированы в резиновых чулках. Здесь тоже все загидроизолировано. И получилось надежно. Что можно было бы сделать? В данном пруде нет никакой фильтрации. Если фильтровать такие большие пруды, 2,9 гектара, у нас вот в этой части еще один кусок этого озера. Достаточно большой. Желательно, конечно, ставить пруд большой дон и водозаборы. Уводить на механические фильтры барабанные. Строить мелководные зоны биофильтры. Обрабатывать как-то воду можно дополнительно после барабанных фильтров. Есть различные системы. И я стороннюю все-таки устройство дополнительное к механике и к другим системам. Фильтры биологически большого объема с высадкой высших растений. Особенно для больших прудов. Если такой пруд делать без высадки высших растений, без устройства биофильтров, то должна быть высокая оборотка воды, мощное или брунтрофиолетовое обеззараживание, либо применение других систем, озонирование, ионизация. Это все требует больших затрат. Обслуживание регулярного. Это, в общем-то, достаточно сложно. Если мы строим биофильтры, повторюсь, у нас широкая зона мелководия, но могли бы смело выстроить вот в этой части биофильтры. Какую-то часть из прудов, например, в эту мелководную зону большой биофильтр можно было соорудить. И система тонных водозаборов. Тем более пруд рыбоводный, в нем строят рыбалку. Это если вы хотите воду, чтобы была прозрачная. Если вода прозрачная не требуется, если бы даже мы построили систему фильтрации, то последующая эксплуатация была омрачена тем, что стали кормить уток. И около 200 уток в течение лет 7-8 кормили на этом пруду. То есть это 10 тонн навоза на дне. Поэтому пруд, конечно, цветет. При этом рыба не дохнет. То есть все равно аэрация спасает. Рыба живет, кушает. Но вода зеленая. Давайте по укладке камня, друзья. В первую часть мы уложили камень типа гранит фракции 80-150 мм. Мы рекомендуем все-таки фракцию побольше 80-150 мм. Но тем не менее, смотрите, мы уложили 80-150 фракций. Расканцевали щебнем 5-20 мм. А он стоит очень крепко по всей чашке. Тогда мы укрывали чашу полностью щебенкой. Но сейчас я рекомендую, друзья, вот в этой части выкладывать песком. Либо заливать бетон. Песок уплотняется под давлением воды. Мытый не очень хорошо уплотняется. Но он сам по себе не сильно загрязняет воду. Карьерный, имеющийся глинистую фракцию, под давлением воды уплотняет до состояния почти песка бетона. И тоже рыба его никак не поднимает. Поэтому можете и карьерный использовать песок. Вот если тут небольшой, можно и бетон залить. И с домами водозаборами, без них бетон, по крайней мере, можно почистить. Если вот такой мы используем гранит, то он забивается илом. Его почистить практически невозможно. Поэтому, друзья, я рекомендую на тне не отсыпать галькой, не отсыпать гранитом. На нашей практике это не очень хороший вариант. Я повторюсь, мы построили как-то труп более 2 гектара. И я с околаном спустился. Хотел пошурудить дно, но оно было твердое, как бетон. Это карьерный песок уплотнился под давлением воды. В нем была сугленистая фракция, он просто спрессовался. Я не смог. Я собрал все пальцы и не смог проверить швы. Так, как хотел проверить. Вообще, хочу сказать, что наше основное направление строительства прудов для частных усадеб. Средняя площадь 200 метров квадратных. От 100 до 300. Такие большие пруды около гектара. Раньше были раз в 5 лет, можно раз в 3 года. Вообще, мы построили таких прудов, ну, что-то около 10, не больше, за 25 лет. Сейчас, может, раз в 2 года у нас приходят пруды достаточно большие. Сейчас мы строим 2 пруда по 0,3 гектара. В этом сезоне в том году мы 0,9 гектар тоже построили пруд. Позапрошлым году был у нас пруд около 1 гектара. То есть где-то раз в году у нас большой пруд есть. Он один только. И, конечно, их интересно строить, но мы не можем работать весь год и ждать только одного крупного клиента. Основное наше направление – это пруды небольшие. От 100 до 300 метров. Поэтому обращайтесь, мы с радостью их строим. Большие пруды строим гораздо реже. Хотелось бы почаще, но примерно 1 раз в 2 года у нас приходит большой пруд. Строить нам их интересно, строим их надежно. За столько лет у нас не было ни одного проблемы. Сектор дофункционирует. У нас и Тарусы 1,2 гектара, в Брянске 0,9. В Подмосковье несколько, 3 по гектару примерно плюс-минус. Один больше 2 гектар. Самый большой пруд у нас 3 гектара. В Южном регионе гидроизоляция. Три гектара бутилка учуки. И мы сдали все работы. Там был западный инвест, очень сложный договор. На 250 страниц только один договор. Все это сдали благополучно. Поэтому обращайтесь. Да, кстати, в Рязани мы для поселка построили 0,6 гектар пруд. Еще несколько поселков нам обращались. Мы строили пруды для поселков. Это, кстати, очень сейчас популярно. И в целом практически нереально поселке продавать дорого и успешно землю, если нет воды, если нет пруда или если поселок не стоит на большой воде. Поэтому если вы планируете строить поселок или строить, например, глэмпинг, то вода, я считаю, должна быть обязательна. У нас есть удачный пример. В глэмпинге под Москвой мы построили пруд прозрачный, и он пользуется популярностью. Поэтому, друзья, обращайтесь. Вы можете спроектировать или построить пруд, или проконсультировать вас в строительстве, вести дистанционно. Вы можете зайти к нам в онлайн-школу, спроектировать пруд сами для себя. И, особенно если регион, и, например, нет возможности у нас летом выехать, вам помочь построить пруд, вы можете спроектировать, сами построить его. Мы дистанционно проведем, если вы у нас учились в онлайн-школе, сами спроектировали, мы дистанционно будем помогать вам его строить. К этому обращайтесь, друзья. Для регионов у нас есть хорошее предложение этого онлайн-школы. Но в регионы мы тоже приезжаем. И хочу сказать, что интересно нам строительство в южных регионах в осенне-зимнее-весеннее время, когда в Москве нет такого объема работ. Мы с радостью поедем на юг строить пруд даже небольшой. Бригада наша очень любит выезды на юг в зимнее время. Поэтому у нас в Сочи есть из бригад. Лучшие бригадиры стоят и ждут только дай заказ где-нибудь на юге. И они пулей поедут к вам его строить. Поэтому обращайтесь. Мы с радостью прием вам его построим в зимнее время. Ну что ж, идем дальше. Вот мы поставили укладку камня фракции 80-150 и укрепили его в щемле. Оставили на год, налили воду. Водовитель достаточно чистая. И мелководье мы оставили без крупных камней. И налили воду вот этой части. Здесь потом у нас укладывается камня. Мы налили даже, возможно, выше. Протестировали все. И через год только откачали лишнюю воду. И приступили к укладке камней. Архитектор, кто вел, дизайнер, так красиво построил. Был, кстати, из-под Киева. С Украины приезжал. Мы с ним укладывали камни. Показали, как укладывать. Далее под руководством так красиво были выложены камни. Видите, стилистика такая. Так это партизанская поляна. Почему взяли в темных тонах. Это все немного социутой на партизанскую, на военную тему. Цепи, мост. Видите, мост в честь подвигов партизан. Которые здесь, под Брянском, взорвали важнейший мост. Который на 2-3 месяца приостановил наступление вермахта. Потому как снабжение было прервано. Вот смотрите, какая укладка камней красивая. Цепи закреплены. Ящики из-под снарядов. И вот сама стилистика всех строений. Такая брутальная. Там военно-полевая кухня. В общем, очень-очень интересная стилизация. Архитектор, конечно, поработал классно. Укладка больших камней была под нашим руководством. Под нашим обучением. Наши бригады уложили всю чашу камнями. Полностью загидроизолировали. И вот, смотрите, более крупная фракция просто в сухую кладется. Без применения раствора. Если камень крупный, вы можете в сухую его положить. Он будет лежать. Ну, с некоторым уклоном. Можно транспланцевать, просыпать щебнем фракции 5.20. Гранитным дроблённым. Он будет дополнительно скреплять всю конструкцию. Вот у нас железобетонные изделия. Здесь вот основание. Точнее, железобетонное для моста. И мы его просто в гидроизоляции проложили. Защитный материал, гидроизоляция. И далее мы уложили просто камнями в сухую вот эту часть закрепили. И всё. Никаких банкеров никак не крепили, не клеили камень. Он лежит под собственным весом уже более 10 лет. Слили через какое-то время строительство помещения началось. Опоры. Обратите внимание на металлических опорах. Конструкция. Это вся конструкция настила металлическая. Вот эти вот все балки обвязаны. Здесь обварены. И снаружи пшито уже деревом. Вот эта часть уже пшито деревом. По металлу. Вынос к воде. Классическая стандартная схема. Мы когда строили 3 гектара в южном регионе, у нас было более 300 проколов у таких свай. И ни одна свая у нас не повредилась. В Подмосковье около 100 свай. Внутри пруда варили. Тоже стоит надежно. Вот такие большие камни. Пятитонные. Всё это экскаватором. Грузится непосредственно на мембрану. Но подстелить свой дар не то нужно. Хороший конструктив. Вот здесь вы очень хорошо увидите, как это всё кладётся. Вот здесь камень. Камень. И в этой части вот мы местами крупные камни кладём. Гидроизоляция остаётся здесь. Её даже не нужно закапывать в анковом траншею. И лучше не закапывать. Потому что давит вода, давят камни. Мембрана, если в этой части закреплена, она будет всё время работать на разрыв. В этой части мембрану просто загибаем. И если будет подвижка грунтов, упаскаясь мембраной, всё сдвинется. Мембрана не будет разорвана. Мы просто приклеимся в этой части внизу. Доложим камень. Если вдруг произойдёт подвижка берегу. Это лучше. Потому что дарнит мы закапываем в анклювом траншею, а мембраны нет. Мембрана не рассчитана на то, чтобы держать механическую нагрузку. Он рассчитан только на давление воды. Пускай мембрана сползёт с этого края. Берег двинулся. Пусть мембрана сползёт вместе с ним. Мы потом доклеим эту мембрану. Положим камень. Чем она разорвётся. Причём, если какие-то подвижки будут, скорее всего, это будет в первом год сделано. Поэтому это крайне редко бывает. Отремонтируйте и далее у вас не будет проблем. Ну и посмотрите, вот такие фотографии красивые. У нас, кстати, много ключевых объектов, но мы не имеем права их показывать. Вот этот объект мы можем показать. Может ещё парочку. Но на остальных объектах у нас запрет на демонстрацию, фотографии, видео. А они как раз, как правило, самые красивые нельзя показывать. Ну, иногда мы фотографии показываем, а вот видеоматериалы по многим объектам мы не показываем. Но этот объект очень красивый. Если бы не в утке, он был бы прозрачным, почищен. Но несколько лет содержания уток, конечно, очень сильно ударили по биоцинозу пруда. Но слить воду, помыть, почистить, налить заново. И можно поставить систему фильтрации, и будет очень прозрачным. Что можно сказать по гидроизоляции? Ведь если бы была гидроизоляция не каучука, были бы проблемы вот в этих узлах. Очень сложно другой гидроизоляции работать на опорах. Гидроизолировать опоры. Ни ПВХ, ни HDPE, все жесткие. Сработать надежно, на 100% очень сложно в данных опорах. Ну, если 2-3 опоры, может быть, ничего страшного. Если 300 опор, то на такую работу без слез не взглянишь. Обращайтесь к нам, приглашайте. Мы строим пруды для поселков, для частных усадьев. Крупные пруды, небольшие пруды. Проектируем. Обращайтесь, мы с радостью поможем. И построим, спроектируем пруд. Или если вы строите пруд сами, мы можем курировать стройку и выполнить проект. За всем, друзья, прощаюсь. Строим пруды правильно. Я традиционно, друзья, желаю всем добра.